здравствуйте меня зовут фёдор васильев в этом уроке я хочу вам показать как быстро разместить а wordpress на хостинг в интернет бесплатно на 14 дней и на тестовый домен также бесплатный домен если вы хотите быстро начать вести блог в интернете или начать изучать wordpress в интернете то этот урок вам подойдет первое что нам нужно делать это скачать wordpress кстати регистрироваться будем вот на этом хостинге хостинг очень хороший недорогой то есть сначала мы не платим а потом нужно будет платить за услуги хостинга и вы видите от 99 рублей в месяц это совсем копейки сначала мы должны скачать последнюю версию wordpress с официального сайта переходим вот на эту страницу ссылочка будет в описании к этому видео здесь сразу же на этой странице мы видим такую синюю кнопку и и здесь всегда последняя актуальная русская версия wordpress скачиваем ее к себе на компьютер на страницу хостинга вы также сможете перейти ссылочка будет в описании к этому видео здесь мы смотрим хостинг выбираем все тарифы и выберем самый дешевый на что нужно обратить внимание что дисковая пространство 1 гигабайт это за глаза количество сайтов вот этот значок говорит о том что это не ограничено база данных не ограничено нам нужна база данных будет wordpress не работает без базы данных и дальше оплата за хостинг при оплате за год есть экономия или оплата помесячно конечно же вначале мы платить не будем но нам нужно зарегистрироваться здесь если параметров здесь мало вы можете кликнуть вот на эту кнопку больше параметров и здесь показаны дополнительные параметры такие как ssl и так далее и также можно здесь нажать на кнопку разместить я буду выбирать вот этот простенький тарифный план далее мы смотрим в правый верхний угол и нажимаем на ссылку регистрация здесь несложно регистрация давайте заполним данные итак я заполнил данные смотрите нужно заполнить все данные телефон не обязательно заполнять а все остальные обязательно дальше юридические лица регистрации здесь мы не трогаем здесь выберите валюту мы выбираем для нас подходящую я выбираю рубли дальше вы заполняете вот здесь вот защитный код который указан вот здесь ставите галочку что вы ознакомились с правилами и нажимаем на кнопку регистрация регистрация у нас проходит мы можем перейти в наш email который мы указывали при регистрации здесь у нас есть письмо с нашими данными которые мы использовали email адрес пароль и страницы на биллинг панель далее мы кликаем услуги заказать новую услугу дальше мы выбираем вот здесь вот слева виртуальный хостинг выбираем самый дешевый тарифный план нажимаем заказать на этом шаге нас просят вести домен если вы используете уже готовый домен вы можете прописать его здесь я буду использовать свой домен и обновлю его name сервера или поставить галочку зарегистрировать новый домен прописать его здесь и кликнуть на кнопку проверить я не буду использовать домен поставлю вымышленный буду использовать тестовый вы можете сделать также нажимаем использовать на этом шаге мы вот здесь выбираем период когда как мы будем платить 119 рублей ежемесячно я выбираю и нажимаю далее здесь мы выбираем кликаем на кнопку оформить на этом шаге здесь показаны данные которые мы заполняли прокручиваем ниже нам показывают к оплате 119 рублей это мы произведем оплату после тестового периода но чтобы получить тестовый период 14 дней бесплатных нам нужно об этом сообщить хостер далее мы можем выбрать способ оплаты поставить просто птичку напротив того платежного шлюза который нам подходит яндекс деньги в обмане и так далее и обязательно нужно вот в дополнительной информации написать мне нужен тестовый период а дальше мы ставим птичку я ознакомился с условиями и нажимаем завершить заказ нас перебрасывают на страницу оплаты мы пока не оплачиваем и нам на почту приходит письмо от хостера ваш заказ был получен и будет обработан в ближайшее время нам нужно подождать когда заказ обработают через некоторое время вам придет еще одно письмо от хостинга это может занять где-то около часа у меня это письмо пришло минут через семь здесь все важные данные мы заходим и внимательно здесь все читаем здесь автоматически сгенерированный пароль и логин от панели давайте туда пройдем ниже ссылка на эту панель кликаем и попадаем на страницу авторизации к панели мы копируем прямо из письма логин прописываем соответствующее поле прописываем копируем пароль и прописываем в поле пароль и нажимая на кнопку войти сразу обращаем внимание что нам дали тестовый домен вот он находится здесь можем кликнуть по нему и у нас приветственное сообщение когда мы загрузим wordpress на данный домен у нас это сообщение здесь вот эта картинка исчезнет и будет показан наш сайт далее давайте произведем загрузку wordpress движка на наш хостинг лучше всего воспользоваться каким-то ftp клиентом я воспользуюсь бесплатным ftp клиентом файл zilla мы переходим в наше письмо в самом конце письма у нас здесь есть вот ftp данные вот здесь находится ftp имя хоста мы копируем вот эту строчку и вот где у нас поле хост мигает у файл zilla мы прописываем данный параметр здесь далее логин вот ftp находится ниже прописываем в имя пользователя далее копируем ниже пароль и также прописываем соответствующее поле нажимаем быстрое соединение и так я успешно соединился здесь вот показано в этом окне справа папки моего хостинга нам нужно закинуть сайт в папку ввв но перед тем как мы загрузим наш wordpress на хостинг нам нужно кое-что сделать смотрите если мы посмотрим в архив скаченный wordpress здесь все находится во вложенной папке wordpress она будет как бы лишний нам придется это все на хостинге все файлы переносить лучше это сделать на компьютере для этого мы выбираем правой кнопкой мыши кликаем извлечь текущую папку далее архив этот мы можем удалить открываем папку и архивируем все заново именно здесь чтобы это было как бы находилось не в папке выбираем правой кнопкой мыши кликаем добавить в архив здесь формат выбираем zip протестировать файл после упаковки метод сжатия максимальный нажимаем ok то есть мы просто упрощаем сейчас процедуру на компьютере потому что это выполнить проще далее мы заходим здесь в папку ввв и здесь я указал тестовый домен вы также заходите внутрь данного тестового домена и просто перетаскиваем наш архив и дожидаемся когда у нас а произойдет закачка нашего wordpress сайта вот внизу мы можем наблюдать здесь показано как загружается сайт 88 мегабайт принципе должно загрузиться быстро итак у нас загрузился сайт на хостинг мы сворачиваем наш файл зил клиент переходим на наш хостинг переходим слева здесь главное и менеджер файлов здесь переходим в папку ввв в папку домена кликаем по нашему архиву и нам нужно это дело распаковать вот здесь есть такая кнопка извлечь кликаем извлечь здесь указано сразу в какую папку у нас извлекается то есть в наш домен так и оставляем и нажимаем здесь ok у нас все извлеклось здесь и такая стрелочка назад кликаем по ней заходим в папку проверяем что мы видим все распакованные файлы нашего движка находятся в нужном месте и выглядит именно так как это должно быть не в каких-то там вложенных папках дальше архив с wordpress он здесь он уже не нужен мы его выделяем и нажимаем здесь удалить и ok чтобы не загружать жесткий диск нашего хостинга далее мы переходим база данных нам нужно создать базу данных для нашего сайта мы кликаем на кнопку здесь вот создать и давайте заполним необходимые данные имя здесь подсказки все показано как нужно заполнить данными я пишу английскими буквами просто назову тест здесь оставляем тип сервера как есть кодировка utf 8 вы пользователи придумайте своего я здесь назову также тест пароль тоже будет у меня тест подтверждаем пароль и далее нажимаем ok идет загрузка у нас сообщается что такое имя использовать нельзя поэтому придется его поменять и так я переименовал имя нажимаю еще раз ok и так у нас база данных создана далее мы переходим на наш тестовый домен и вас должна показаться такая страница wordpress то есть начальная страница установки нашего сайта wordpress то есть если вы видите эту страницу значит до этого момента вы все сделали правильно здесь есть такая кнопка вперед мы кликаем вперед и вот здесь как раз таки сейчас будем заполнять данные базы данных которому только что создали имя базы данных у меня был федор имя пользователя у меня был тест прописываем пароль к базе данных сервер базы данных оставляем как есть префикс таблицы тоже не трогаем нажимаем отправить дальше у нас показано все в порядке на этом этапе все произошло нормально мы нажимаем запустить установку название сайта придумываем я назову просто тест имя пользователя для админки я напишу админ но вам я не советую использовать это имя нужно придумать какое-то вымышленное имя чтобы вас было сложнее взломать далее у нас сразу генерируется пар пароль для админки сложный мы его копируем и где-то сохраняем на компьютере пишем email далее нажимаем установить wordpress и ждем процесс установки нашего движка на хостинг у нас с вами все получилось нас сразу выбрасывает в админку нашего wordpress сайта вот вы видите тестовый домен у нас уже все работает у нас уже все получилось давайте хвост админки мы сейчас удалим и просто посмотрим на главную страницу подгружаю сайт и вот так вот у нас красивенько выглядит тестовый шаблон wordpress все у нас получилось все замечательно если у вас возникнут вопросы в дальнейшем об оплате то есть возникнут затруднения с оплатой хостинга в дальнейшем когда закончится 14 дневный тестовый период вы всегда сможете задать вопрос техническую поддержку вот здесь будет такой чат такая желтая полосочка вы кликайте по полосочке откроется чат и вы сможете задать вопрос консультанту где вам объяснят как оплатить хостинг если у вас не получится вообще там ничего сложного нет стоит один раз это научиться делать и потом уже без проблем и конечно же я вам советую оплачивать сразу так за год потому что каждый хостинг предоставляет сильную скидку если вы оплачиваете на целый год сразу вперед на хостинг на этом данный урок закончен я вас поздравляю у вас теперь есть сайт на wordpress все достаточно быстро мы сделали если для вас урок был полезен поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь